Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я столкнулся с сильным раздражением к работе, не знаю, что теперь делать. Работаю в организации 8 лет, из них 3 года, бухгалтером по моей профессии. Потом декрет, выход из декрета 2 года назад, на другой доложный секретар учебной части, потому что на больничную бухгалтером участка оплат не уйти. Я согласился в год, все было нормально, потом начало постепенно все добивать. Введение официальной страницы выкатров, это на работе, руководитель не снимает с меня публикации, говорит, лучших никто не сделает. Перед затяжья июля 23-го еле выдержала, июня 23-го еле выдержала, больше 200 бланков диплома на печаль. Досталось до 20-го, но в ноль две недели, рабочий день до 17-ти. Случился срыв эмоций, последний день перед выпускными публикациями стало хуже, стали сильно выматывать и нервировать меня. Часто прихожу к мысли, что вышла на работу здоровая святая, а сейчас то приливы жары, нашли причину, увеличили, то еще какая-то болезнь и так далее. Посоветуйте, как мне быть. Ну, в общем-то, наверное, ключевая история здесь в том, что вы, с одной стороны, не оцените себя, не оцените свой труд, очевидно, это первое, на что я бы здесь обратил внимание, да? И второе, это то, что вы никак, вероятно, не обращаетесь с тем, что вам что-то не нравится, да? То есть, ну, вот, просто, если вам что-то не нравится, да, то вы с этим как будто бы ничего не делаете. Вот, вам говорит, значит, ну, ваш начальник говорит вам, что вот, значит, кроме вас, да, где-то вот, лучше никто не сделает, ну, хорошо, хорошо, если кроме вас лучше никто не делает, то что там насчет оплаты, допустим, ну, допустим, да? Вот, то есть, оплаты, я имею в виду вашего труда, вот, как обстоятельства. Дела с этим, вот, чувствуете ли вы, что получаете достойную оплату своего труда, вот, и так далее. Ну, и для себя нужно, конечно, увидеть, да, что вас мотивирует на то, чтобы... Делать, то, что вы делаете, вот, то есть, ну, что вы в этом видите для себя, я имею в виду. То есть, ну, как вам это нравится, не нравится, да, то, что вы делаете, например, устраивает вас это, не устраивает вас это, ну, в целом, работа. Вот, конечно, вы на себя, вероятно, много берете, вот, это совершенно очевидно, что вы много на себя берете и взваливаете на себя чересчур, а вот отказаться от этого, да, то есть, сказать нет, у вас как-то не получается, вот, и это, конечно, вас подкрашивает, вот. Так-то я думаю, что здесь вот ключевым моментом является именно то, что вы не отстаиваете, как бы, свои личные, ну, свои личные границы, вот, и то, что вы позволяете, значит, ну, как бы, вот, пользоваться, пользоваться собой позволяет. Отсюда вот такие проблемы у вас имеют, ну, имеют место быть и будут иметь место быть, к сожалению, да, да, ну, вот, потому что сами люди в этом смысле, ну, откажутся от того, чтобы вас использовать, чтобы использовать ваши, ну, навыки, вот, скажем, скажем так. Вот, так что, да, тут, конечно, вот есть, есть в этом смысле проблема такая. Вот, ну, можно, опять же, повторюсь, всё это решить, вот, при желании, то есть, как быть, мы вам не подскажем это, ну, это нужно понимать, да, что вот, как быть, мы вам не подскажем, потому что вы сами решаете, вы сами решаете, как вам быть в этой ситуации. А вот увидеть проблему, да, вот, увидеть проблематику, вот, это очень важный такой момент, как мне кажется. Вот, поэтому, вот, пока, вот, говорю. Ну, вот, как мне, по крайней мере, видится, видится это. Вот. Определите, значит, что, определите свои приоритеты, вот, что для вас важнее. Определите то, что вам не нравится, вот, ну, в первую очередь, что вас напрягает, тогда так скажем. И дальше, я думаю, можно будет, значит, ну, в этом направлении двигаться и действовать. Вот. Ну, опять же, по, по моему мнению. Так. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь, по моему ответу. Это позволит начать над собой работу. Вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь. Обращайтесь. Продолжение следует.